Добрый вечер! В эфире телеканал «Астана» программа «Статус Кво» и мы ее ведущие Оксана Петерс и Динара Саджан. Сегодня у нас в гостях известный политик, политолог, советник президента по политическим вопросам Ермухамед Иртаспаев. Добрый вечер, Ермухамед Кобединович. Здравствуйте. Мне кажется, что вы уже больше даже телевизионщик, нежели мы с Оксаной. Можно сказать, что как только включается камера, вы видите красный свет, что внутри вас тоже есть кнопка «Он», и вы включаете в себе другого Ермухамеда Иртаспаева. Да, я скрывать не буду. Это мощный стимулятор, особенно мне нравятся прямые эфиры. Это часть моей работы уже фактически четверть века, начиная с Горбачевской перестройки, часто приходится выходить на телевидение. Я вам как ведущая могу сказать, что эфир – это вещь, которая помогает, позволяет оставаться молодой, стройной и красивой. Вы можете сказать то же самое? Ну, конечно, особенно после посещения гримерной. Нет, я имею в виду, потому что камеру очень тяжело обмануть. Человек, который не следит за своей внешностью, не следит за своим телом, камера выдаст его таким же вот… Вы знаете, у меня несколько другое мнение, но я имею в виду, телевидение, на мой взгляд, с многочисленными подсветками, Юпитерами, Софитами, она на самом деле ухудшает образ, реальный образ человека. То есть в жизни вы выглядите лучше? Ну… Камера вас любит? Надеюсь на это. А были предложения работать на телевидении? Нет, у меня таких предложений не было, потому что так жизнь сложилась, что я… А если будут? …политикой. Ну, в принципе, если будут, в перспективе… То в каком жанре вы хотели бы работать? Я бы, может быть, свою передачу хотел, потому что мне уже долгие годы, последние 20 лет, постоянно приходится отвечать на вопросы. Мне хочется самому теперь задавать вопросы. А какой бы вопрос вы задали бы мне, если бы я к вам пришла на программу? Первый вопрос. Динара, когда вы станете самой собой? Вот я ответила Динара. Это такое, чтобы в тупик поставить сразу. Я бы сказала, никогда. Хорошо. А вы всегда тот Ирмухамед Кабединович, Киртезбаев, который был, скажем… То есть человек же формируется на самом деле где-то до 20 лет? Человек вообще формируется до 3 лет, а потом уже идет просто его физиологическое, умственное развитие. Это так Лев Толстой говорил. Мне кажется, это правда. Я, во всяком случае, очень благодарен судьбе, своим родителям, что вырос в атмосфере любви и нежности. Понимаете, это очень важно с самого детства, жить в такой полной, скажем, семье, где любящие родители, братья, сестры. То есть это очень важный, существенный, фундаментальный момент в жизни. О чем чаще ваши родители, чаще всего говорили вам, воспитывая вас? Как стать таким, как вы? Секрет воспитания на самом деле очень простой. Надо просто любить ребенка своего и все. Но любить как? Вы знаете, объяснить это невозможно. Надо любить, потому что я смотрю часто, вот сейчас, когда в фитнес прихожу или на улицу иду, маленькие дети идут за руки, держат их родителей, они не обращают на них внимания, они нервничают, им некогда ответить на какие-то вопросы. У меня сердце разрывается. Когда я смотрю на это, я думаю, господи, я иногда не выдерживаю, подхожу и говорю, вы понимаете, что у вас сейчас самые счастливые моменты, и потом вы будете жалеть, когда пройдет много лет о том, что не обращали внимания, и все время вам некогда было и так далее. А как вы своего сына воспитывали? Вот, кстати, я когда говорю про эти вещи, да, это я тоже через это прошу, потому что когда мы поженились с Людмилой в Московском университете, это был 1984 год, мы были молоды, и нам хотелось самим пожить, и все это было, как говорится, интересно, захватывающе, и не хватало времени на сына. То есть сейчас вы жалеете о каких-то упущенных моментах? Ну, конечно, это неизбежно, но жизнь необратима, поэтому надо об этом говорить уже своему сыну, а он уже соответствующим образом подойдет к моему внуку, скажем так. А чем занимается ваш сын сейчас? Он вообще, его не интересует ни государственная служба, ни национальная компания, он занимается звукозаписью, работает на казахфильме, у него еще есть своя частная студия, одним словом. Давайте поговорим тогда о вашем творчестве. Да, давайте. Мы прекрасно знаем, что вы хорошо поете. Ну, на самом деле это сильно преувеличено. Я знаю, что у меня средний слух, и голос ниже среднего, репертуар достаточно узкий, видел селуэспрессы, музыка 60-х, 70-х годов. Поэтому я критически отношусь к своему пению и могу позволить это только для узкого круга людей, для своих друзей. Несколько лет назад на телеканале Астана, кстати, вышло эксклюзивное видео ваших студенческих лет, да, где вы были студентом. И меня тогда удивило, знаете, что у каждого человека, да, есть такое домашнее, в домашнем архиве какое-то видео, которое не каждый человек решится, известный политик, в эфире выдать, да, его. На самом деле это было в начале 80-х годов. Я работал комсоргом института и преподавателем в Карагандинском кооперативном институте Центра Союза. И там я снимал любительские фильмы, в которых сам снимался вместе с студентами. Ну, это мы на капустниках, на вечерах смеха и юмора демонстрировали эти фильмы, которые, конечно, тогда пользовались просто невероятным успехом, потому что, ну, 30 лет назад это было настолько в диковинку и технически и так далее. Это невозможно было сделать, но я сделал. А были у вас еще новые произведения ваши? Нет, к сожалению. Вообще кино – это для меня очень больная тема. Не планируете? Потому что я в свое время, в молодые, скажем так, годы мечтал стать кинорежиссером, и кино меня очень сильно увлекало. Я даже собирался поступить на высшие курсы режиссерские в Госкино. Это было в 83-м году. Ну, тогда я познакомился с своей будущей женой. Вот, и она очень критически к этому отнеслась. Она сказала, второго Фелине из тебя явно не получится, быть второразитным режиссером не стоит. Ир Мухаммед Кобеденович, недавно вот в прессе я читала, что информацию под таким заголовком, что в Актюбе или в Актюбинске появился свой новый Ертаспаев, кто-то позвонил одному ректору, одному из вузов, назвался под вашим именем, и таким образом пытался получить какие-то средства. Вы в курсе? Я в курсе. Как вы отреагировали? Как я отреагировал? Знаете, я никогда не думал, что превращусь в казахстанского лейтенанта Шмидта, что от моего имени кто-то будет там ходить и представляться советником президента. Ну, наверное, просто имя на слуху, советник президента Иртасбаев. Мне часто приходится выступать, отвечать на вопросы. Ну, вас это удивило? Меня это не удивило, потому что какой-то авантюрист решил, что таким образом можно... А вы пытались предпринять какие-то меры? А какие меры? Мне позвонил один Аким и говорит, вот так и так. От вашего имени, значит, действует какой-то товарищ, но поскольку Акимы все мой голос знают, да, и действия вот этого... Но, по-моему, ректор поверил, что это были вы. Ну, я подробностей не знаю абсолютно. Любой ректор может элементарно тут же позвонить в канцелярию администрации президента. Что касается Акимов, у нас есть правительственная связь, поэтому... А были такие случаи до этого? Не знаю, честно говоря. Ну, это на самом деле говорит о том, что... Вы сами сказали, что ваше имя на слуху, потому что открываешь любую газету, даже сегодня я открыла сайт газеты «Время», и снова увидела заметку о вас, где вы говорите о том, что у нас в Казахстане нет культа личности. Газета «Время», они же понимают, что если они не упомянут Ертезбаева, их газету никто не купит, поэтому вообще эта газета, они мне очень сильно задолжали. Да? Да, они за последние лет... Можете назвать сумму? Лет пять, они, ну, я не знаю, там, полторы или две тысячи раз упомянули меня. Ну, не только газета «Время», в принципе, любая государственная, большая, республиканская газета, телевидение, передача, то есть везде, везде, везде вы. Но вы не боитесь забвения, да, что вас в один прекрасный день перестанут приглашать на все эти передачи, писать? Вы знаете, в ближайшие годы, в ближайшие десять лет я этого не боюсь, потому что я так много наговорил, что комментариев еще будет очень много по поводу сказанного на телевидении, радио, журналах, газетах, в электронных СМИ, в интернете и так далее. Что касается комментариев, вот мы, я брала для своего видеоблога с вами интервью, это был самый обсуждаемый пост на «Ювижене», и там было почти 600, по-моему, комментариев, и были самые разные комментарии. Мне вот интересно, вы сами читаете, после того, как выйдет какой-то материал, то есть вы отслеживаете, что говорят люди? Ну, когда есть время, да, конечно, любопытно просмотреть, прочитать. Понимаете, у меня, я все-таки заведение главы государства, да, и мы работаем в серьезной структуре. При желании мы можем элементарно отследить, кто с какого компьютера сделал тот или иной грязный комментарий, и мы все, это вообще не проблема, на самом деле. Но я никогда это не делаю, почему? Ну, потому что насильно мил не будешь, и назывался грузнем, полезая в кузов. Ты занимаешься политикой, ясно, что ты будешь вызывать постоянные нападки ежедневно, ежечасно. Либо тебя поддерживает одна часть общества, либо вторая агрессивно настроена, и она не выбирает выражение. Я давно к этому привык, это неизбежная часть твоей работы, твоей жизнедеятельности, поэтому надо нормально к этому относиться. Как вы оцениваете сами вот свою работу? Бывали случаи, когда у вас болело сердце, и вы понимали, что вы сделали совершенно неверный какой-то тяжелый шаг по отношению к кому-то? Конечно, такие моменты иногда возникают, потому что человек, в подавляющем большинстве своих случаев, он же силен умом уже на лестнице, когда спускается. Или он говорит, вот надо было вот так сделать, или я часто встречаю политиков, которые гипертрофированно преувеличивают свои интеллектуальные способности, и говорят, вот в этой ситуации я поступил так, на самом деле этого не было. Поэтому жизнь, она, как древние греки говорили, человеку свойственно ошибаться, поэтому ошибки безусловно были. Илья Мухаммед Кобеденович, вот вы сказали, что вашу супругу зовут Людмила в начале интервью, у вас большой семейный стаж, у вас интернациональная семья. Это правда, что людям двух разных национальностей сложно вместе по жизни? Нет, абсолютно, потому что вы поймите, этническое происхождение, тем более в Москве в начале 80-х годов, это, знаете, это как отдельная планета была, где сотни наций и народностей встретились, жили, и там практически этой проблемы не было абсолютно. Вот она существовала большей частью в провинции. Меня, я помню, в 80-е годы поразило одно социологическое исследование. Наибольшее количество межнациональных браков было в Казахстане. На первом месте там браки между казахами и татарами, на втором между казахами и русскими. Это одно, то есть это все преподносили, да, как лабораторию дружбы народов и так далее. Ну, это официозная пропаганда была. Но интересно было второе социсследование. Наибольшее неодобрение, неодобрение, в межнациональных браках занимали русские и казахи. Хотя процент в Союзе был наиболее высокий в Казахстане, понимаете? То есть они как бы пожили и узнали друг друга близко, да, вот. А сейчас вот этой проблемы вообще не существует в Казахстане. А как ваши родители в свое время отнеслись к вашему главу? Отрицательно, конечно. Отрицательно? Да, и ее тоже родители, потому что это естественно. Естественно, потому что при официозной, я и говорю, ленинской национальной политике, тем не менее, своя национальная культура, она доминировала. Культура вообще, в целом я вручаю привычки, поведение, поведенческий стиль, язык, религию и так далее, понимаете? И поначалу я глубоко убежден во всех межнациональных браках именно такое отношение. А потом уже проходит 10 лет, 20 лет, и мама моя говорила, что Люда это самая лучшая сноха. А ваш сын сейчас молодой, неженатый человек. Вот ваши пожелания в отношении вашей будущей невестки. Надо забыто играть? Вы знаете, я, конечно, хотел бы, чтобы он женился на казашке. Я этого скрывать не буду, и в этом нет никакого национализма. Ну, не знаю, это трудно объяснить. Зов крови или что-нибудь в этом роде. Ну, какие пожелания? Сейчас же очень модно, даже 20-летние парни молодые, они сейчас выбирают очень скрупулезно себе невесту. То есть очень многое зависит, кто ее родители, кто они работают. Динара, давайте заключим контракт с вами. Вы должны найти невесту моему сыну, потому что вы так хорошо осведомлены. Вот я, например, этого ничего не знаю. Я думаю, что все родители, они не просто озабочены этой проблемой, но на самом деле они ничего не могут сделать, потому что молодой человек или девушка, они сами в конечном итоге примут единственное правильное решение. И всякие советы, рекомендации, даже натиск родителей – это все бессмысленно. Вас часто обманывают? Ну, бывали такие случаи, хотя большей частью, и я очень благодарен судьбе, я стремился общаться с теми людьми, которые не обманывают, и чтобы такие вопросы не возникали. Ну, это же невозможно, потому что, мне кажется, даже элементарная бытовая ложь, она происходит ежедневно. Ну, это у тебя, может быть, Динара. Знаете, я... Ежедневно. Да, Динара, вот... Может быть, по-другому. Для меня, допустим, это очень важно. Я плохо отношусь даже к бытовой ложи. Дальше диалог пойдет между Оксаной и Динарой. Мне очень понравился вот этот момент. Выясняйте дальше отношения. Нет, я просто хочу все-таки сказать, что на самом деле очень часто приходится и обманывать и себя, и кого-то. То есть, потому что для того, чтобы не обидеть человека, где-то схитрить. Динара, Динара, у меня сейчас такое ощущение, что ОСДП АЗАД дали вам задание, чтобы я клюнул на эту удочку, и завтра все оппозиционные газеты напишут. Да, Иртезбаев признал, он постоянно обманывает. Ежедневно, ежечасно. Я говорила про бытовую ложь. Динара, ну, что такое бытовая ложь? Я вообще, честно говоря, с очень большим сомнением отношусь к этой проблеме. Я отрицаю ложь как таковую. Я считаю, что когда человек не лжет, занимает принципиальную, честную, откровенную позицию в взаимоотношениях с супругой, с детьми, с обществом, с журналистами, с неправительственными организациями, ну и так далее, ему гораздо легче жить. А если же он займет ту позицию, о которой вы говорили, у него будут возникать проблемы постоянно. Улечить во лжи, во лжи, например, человека, да, достаточно легко, быстро. Каким образом? А вот я вчера прочитал книгу, забыл, австралийская писательница, называется «Адюльтер. Стоит ли изменять?» Такая, знаете, книга, да, страшная на самом деле. Почему? Потому что там, это целая методология, если женщины их прочитают, они могут элементарно, быстро определить, изменяет муж или нет. И каким образом? А очень просто. Допустим, первое, если на личном компьютере у мужчины есть пароль, значит, у него есть секрет от жены. А если, значит, секретов нет, зачем пароль? Второй момент, если он сотовый телефон постоянно носит с собой, даже в туалет забирает, возникает вопрос, зачем ему там нужно, и так далее. И, значит, таких вопросов там достаточно много, во всяком случае, книга, она произвела на меня впечатление. А вот вы владеете языком жестов, например, при общении с людьми, вы обращаете внимание? Да, вот, это мой любимый жест. Что это значит? Не знаю, это как-то так повелось. Я же вообще бывший вузовский работник, и я читал лекции, вел семинарские занятия. Вообще считал, что в свое время нет лучшей работы, чем быть преподавателем в высшем учебном заведении. А сейчас что думаете? Лучшая работа для вас? Вот в вашей карьере самое лучшее место? Мне нравится политика, она меня как захватила в годы Горбачевской перестройки. Я до сих пор, если не очарован, то до сих пор я как бы нахожусь в плену этой политики, не могу от нее освободиться, и, собственно говоря, журналисты мне не дают. Дня нет, чтобы информационное агентство, газета, журнал или какой-то журналист не позвонил. Мне фактически, вот, я не знаю, тысячи журналистов в Казахстане, все знают мой мобильный телефон, постоянно звонят или на работу, и постоянно просят дать комментарий, ответить на тот или иной вопрос. Ну, скажем, не всегда вы отвечаете положительно, то есть вы можете, в принципе, и... Вы знаете, я часто себе говорил, все, больше не буду отвечать, потому что я слишком много мелькаю, я отвечаю на эти вопросы, но как только раздается, значит, звонок, когда я, значит, беру, кто-то представляется на другом конце трубки, и все, и начинается опять. Ну, знаете, самых любимых ваших журналистов, ну, хотя бы одного, да? Нет, у меня нет любимых журналистов, я вообще не с неприязнью. Не любите? Вы разбили сердце Динарии, Николай Кабиневич. Нет, я не с неприязнью. Она стала именно услышать от вас. Нет, я не с неприязнью. Нет, негатив – это тоже не то слово. Ну, одним словом, я очень остороженно отношусь к этой профессии, потому что знаю, что всегда можно ждать подвоха, удара, ну, такого непредсказуемого хода со стороны журналиста, и, в принципе, я смирился тоже с этим, потому что, ну, им тоже надо жить и зарабатывать. Что сделаешь? Ну, вы знаете, меня, честно говоря, всегда удивляют наши чиновники, которые говорят о том, что они не любят журналистов, хотя я считаю, что известность они получают именно благодаря нам, журналистам. Я вообще не слышал ни одного чиновника, который бы открыто, публично сказал, я не люблю журналистов. Это маветон, открыто об этом говоришь. Что же ты не любишь? Нет, они говорят об этом открыто, только не в присутствии камеры и диктофонов. А, вот так, да? Да. Ну, я тоже не видела, чтобы прям со мной кто-то прям откровенничал, даже, то есть, без камеры. Вы понимаете, в чем дело? Ну, эти чиновники, да, они могут вот так говорить, но как только у них начинаются неприятности, ну, не дай бог, их там арестовывают, там... Им нужна общественная поддержка. Да, они моментально обращаются именно к журналистам. А куда еще? Это последняя, как говорится, надежда для него. Вы посмотрите, я сейчас фамилии не буду называть, за последние полгода несколько судебных процессов. Чиновники, которые не были публичными, никогда не выходили на экраны телевизоров, да, в газетах не мелькали. У них возникли неприятности, и они обращаются, в том числе и в оппозиционную, прежде всего, прессу, пытаясь представить себя жертвами политического режима, репрессий каких-то и так далее. Они обращаются к журналистам. Журналисты, естественно, охотно подхватывают эту тему, потому что для работника печати на первом месте стоят жареные факты, сенсации. Им надо постоянно поддерживать общество в таком напряжении. Понимаете? Существует даже такая притча или вопрос, я не знаю, что сделают люди, когда на земном шаре утвердится полная гармония, спокойствие, и все станут счастливы. Что они в первую очередь сделают? Знаете, что они повесят всех журналистов за то, что они ежедневно заставляли жить людей в стрессовом состоянии. Я не представляю мир вообще без нашей профессии, без журналистов. Конечно, я тоже не представляю. На самом деле я сейчас шучу, гипертрофировано так, потому что я сам себя считаю наполовину журналистом, потому что мне самому приходится очень много публиковаться по тем или иным вопросам, потому что одна из функций журналистики – это просвещение. Журналист не только должен достоверно и объективно информировать о том, что происходит в стране, но он должен просвещать народ, общество. Игорь Михайлович, Вы часто так делаете? Как? Ну вот Вы сейчас практически высказали свою позицию. Я думаю, что это Ваше истинное мнение, а потом в конце Вы говорите – это шутка. Когда я шучу, я говорю – это шутка. Нет, если бы мы сейчас возьмем в процентном соотношении… Я Вам не поверила, что это была шутка. Всю нашу передачу мы берем в процентном соотношении, 99% – это была информация, очень важная, аналитическая и прочее. А 1% – да, я там пару раз пошутил. Вы знаете, мне нравится, что, Ир Мухаммед Кобеденович, я вот даже не хочу задавать ему вопрос, кого Вы любите больше всего на свете? Себя, конечно. Себя, потому что это прям видно невооруженным глазом. А это любой человек. Он же, вот я когда зашел в гримерную, Оксана Петерс со мной так мимоходом поздоровался, и минут 20 она не могла оторваться от зеркала, она себя рассматривает. Потому что Ир Мухаммед, как здесь, Генара, готовилась с самого утра. Я представляю, сколько часов было потрачено в гримерную саду. А мне было всего полчаса. Это, по-моему, Оскар Уаль говорил, роман, который длится всю жизнь, это любовь к самому себе. А как Вы себя любите? Вы знаете, на самом деле, если серьезно, я стараюсь быть естественным, соответствовать заданному тому ритму, который, скажем, десятка-два лет назад пришел. Потому что, Вы понимаете, было существование до середины 80-х годов, когда мы жили в традиционном обществе, в закрытом, абсолютно неинформированном и так далее. И когда все это началось, гласность, перестройка, свобода слова, потом распад союза, независимость и так далее, все это настолько захватило меня. И я не знаю, как так сложилось, параметры были заданы, их надо все время поддерживать. А Вы строите планы на будущее или живете только одним днем? А Вы знаете, что такое жизнь? Жизнь – это когда человек все время строит планы. Вот он строит всю жизнь планы, и большая часть их не осуществляется. Почему? Я не согласна. Не осуществляется. Нет, если Вы имеете в виду планы, допустим, на следующий день, я вечером беру лист бумаги, я не люблю вот эти всякие, знаете, ниженедельники и так далее. Я беру просто бумагу и, значит, расписываю там 18 пунктов, допустим, мне надо сделать, да. Это на завтра. Помимо, да, политики, еще же там дела по дому и так далее. Я расписал, и когда в конце дня я вижу, что все было сделано, день был забит до отказа, это у меня очень счастливый день. А на год и прочее у меня таких, знаете, далеко идущих планов нет. Мне кажется, что Вы очень целеустремленный человек, и наверняка Вы перед собой ставите какие-то цели. Неужели Вы не мечтали стать министром культуры? И стали им? Вы знаете, так получилось, что неожиданно это было 18 января 2006 года. Меня вызвал глава государства и предложил заместителем рукой для администрации, министром культуры и информации. Вот, за мою работу. Я очень благодарен на Устану Абишевичу. Уже фактически вот 20 с лишним лет в его команде. Ну, оценил мою работу и предоставил возможность такую поработать в правительстве. Это была очень интересная работа, большая, важная. И я получил большой опыт. Но Вы мечтали о такой работе? Я вообще думал о том, чтобы стать министром или Акимом. Ну, одним словом, поработать. Это же самостоятельный участок работы. Ну, Акимом Вы так и не работали. Целая отрасль и так далее. Нет, не работала. Ну, если бы Вам сейчас предложили, Вы бы хотели поработать? Да, конечно. Ну, это же все зависит от главы государства. Вы знаете, я знаю Устана Абишевича, вот в апреле исполнится уже ровно 22 года. В 1990 году я стал депутатом и познакомился с президентом. Он всегда в кадровом вопросе, без ошибок. Ну, конечно, ошибки были кадровые, о чем тут говорить. Но что касается ключевых должностей члены правительства, Акима, руководитель нацкомпании, здесь у президента и послы, допустим, в зарубежье, здесь у него безошибочное такое чутье, кого, куда поставить. Поэтому этот вопрос не обсуждается. Мало ли, о чем человек мечтает или чего. Потому что, мне кажется... Может, я хочу генеральным секретарем Организации Объединенных Наций быть. Пригласите нас потом в Женеву. Для вас это будет неинтересно. Почему? Я с удовольствием приеду в Женеву. Нет, я говорю, неинтересно. Мало ли... Просто мне интересно... Эти наряды, это не важно. Мне интересно сейчас, насколько вы сейчас готовы снова поработать прям в полную силу? Я готов. Ир Мухаммед Кабидинович, вот каждый человек, общаясь, работая со своим руководителем, обязательно чему-то учится. Вот вы, работая на протяжении многих лет, бок о бок с президентом, чему научились вы, прежде всего? Прежде всего, значит, невероятное трудолюбие. Меня поражает это. Иногда мне, честно говоря, даже становится стыдно, что президент работает гораздо больше, чем министры, чем его советники и помощники. Я однажды сказал, Устан Абишевич, мне кажется, вас надо оградить от этого, от этого, и сократить поток корреспонденции. Я просто смотрю в канцелярии невероятное количество писем именно на ваше имя, и вы должны все это рассматривать. Вы знаете, как он мне сказал, мне стало стыдно. Он говорит, Я Мухаммед, я привык к такому ритму, такому объему работы и буду продолжать. Если сократить весь объем, мне тогда лучше уйти. И как я с тебя буду требовать и с других, если я себе сокращу, значит, объем работы, рабочий день и так далее? Это первое. Да. Трудолюбие, да, невероятно. Второй момент. Президент, несмотря на свой возраст, меня поражает его качество, он жадно учится постоянно. Он учится, учится постоянно. Он встречается, я не знаю, с руководителем Международного валютного фонда, с Европейским банком реконструкции и развития, с главами государства, ездит на различные саммиты. И он жадно впитывает информацию, и вот это вот постоянное желание учиться. Это меня поражает. И причем он может задать вопрос, да, который, скажем, я не знаю, десятки других глав государств, руководительных компаний постесняются показать свою неосведомленность или незнание о президентах. Он в этом плане очень естественен, и мне очень нравится эта черта, я ее тоже взял, как говорится, на вооружение. И третья черта, знаете, какая? Ценить дружбу и людей. Вот. Это дорогого стоит. Этому тоже надо на самом деле учиться. Это неврожденное качество. Это сама жизнь заставляет. Вы назвали три главных качества. Ну, это не главное, я просто назвал три на вскидку, как говорится. На вскидку, которые вам нравятся, да? Мне бы интересно было услышать от вас о ваших качествах, которыми вы гордитесь. Чем вы гордитесь больше всего? Динара, я очень уважаю вас и как женщину, и как журналиста, но вопрос, на мой взгляд, очень некорректно сформулирован. Представляете, вы задаете вопрос, чем вы гордитесь. И я сейчас начну перечислять, что какой я великий, необыкновенный человек, и какие у меня есть качества. Если можно, я не буду отвечать от этого вопроса. Ир Мухаммед Кобеденович, хорошо, а тогда за что вы себя больше всего ругаете? Бывают такие случаи? А жизнь, она же взлеты, падения и так далее, да? А больше всего, если вот конкретно ответить на вопрос, жалко, допустим, бездарно, допустим, потраченное время. Потому что в 21 веке, в век информации, очень остро ощущаешь, что время является самым главным богатством. И я хочу, чтобы это поняли, вот все, кто смотрит нашу сейчас передачу, не деньги, не карьера, не драгоценности, не, не знаю, там, зарубежные поездки, шубы, золото и так далее, а время. И оно обладает свойством необратимости. И вот прошло уже 40 минут нашей передачи, да, и мы уже не возвратим это время. Когда закончится передача, будет очень жаль, что не были заданы вот эти вопросы, и что на эти вопросы мне надо было ответить так. Да, об этом человек жалеет, и я в том числе, это неизбежно. Вы только что сказали о том, что вы не хотите отвечать на мой вопрос, а я почему задала этот вопрос, потому что все-таки мне кажется, что не каждый политик обладает таким качеством, как открытость. Ситуация такая, вот правительство, есть правительственный час, они приходят, отвечают на вопросы, вот, и журналисты все это должны соответствующим образом освещать, то есть на самом деле члены правительства, там, ответ работник и администрация, они периодически, это часть их работы, они выходят на телевидение. Но они, как правило, недосягаемые. А что касается личной жизни и так далее, вот, вопросы, которые мы отвечали, это уже, извините, ни один закон, ни один нормативный право не заставит их прийти в студию и отвечать на эти вопросы. Это уже исключительно желание и хотение самого публичного политика. Поскольку я привык к этому, эта часть стала в моей жизнедеятельности, я поэтому здесь сижу и отвечаю на вас. Что касается привычек, есть вредные привычки? Вредные, у меня были вредные привычки, вот, допустим, я курил долгое время, но я периодически бросал, там, по два, по три, по четыре года иногда не курил. Сколько лет курили? Когда поступил в университет, я закурил. Ну, тогда модно было в советские времена, да? А вот я курил, потом я бросал, там, два года не курил, три года, четыре года, ну, в совокупности, если посчитать, допустим, за последние 35 лет, ну, я лет, наверное, 20 точно курил. Это очень вредная привычка, и я прошу, вот, всех, кто курит, вот сейчас взять и бросить. Я неоднократно, я уже, кстати, несколько раз, выступая на телевидении, призывал. Вы знаете, я один раз бросил курить, я об этом рассказывал, я пять лет не курил. Я увидел американскую рекламу по телевидению, люди идут так, гурьбой, каждый смял пачку сигарет и бросил. Вот, жена зашла, говорит, смотри, вот все бросают курить, а ты не можешь бросить. Я взял тоже пачку сигарет, смял и пять лет не курил. Я до сих пор помню. А почему закурили? Нет, вы представляете, какая мощная сила социальной рекламы. Почему не выделить там несколько миллионов долларов Министерству здравоохранения, чтобы они взяли весь прайм-тайм, закупили, и на всех телеканалах была вот эта реклама антитабачная. Вы понимаете, да? Мне кажется, это же здоровье населения, это же важнейшая составная часть модернизации страны. Она в стратегии 20-30 определена здоровье населения как одно из семи стратегических направлений развития Казахстана. Сигарету у нас запретили, да? Запрещено сейчас курить в общественных местах, но кальян, что не запрещено, то разрешено. Кальян гораздо хуже. Вы знаете, я вам скажу, кальян, значит, я вот обращаюсь к молодежи, которая курит кальян. Кальян быстрее, значительно быстрее вызывает раковые заболевания, чем сигареты. Какой бы совет вы дали вот на сегодняшний момент, имея за плечами такой большой опыт работы, начинающим молодым политикам и политтехнологам нашим? Первый совет быть искренним, служить, а не прислуживать, не стараться угодить, какое бы там не было начальство, да? И быть искренним, честным, правдивым перед самим собой, перед той работой, перед той целью, которую он поставил в своей жизни. Это очень важный момент. Я могу ошибаться, но я был всегда искренним в своих устремлениях, значит, в своей работе. Это основа основ. Вы как политолог в начале своей карьеры задумывались над тем образом или имиджем, который вы бы хотели создать? Вы знаете, вот никогда я не думал ни об образе, ни об имидже. Абсолютно это для меня вот эта прикладная, скажем так, политическая социология или политология, она на сотом месте для меня. Вот какой я есть, такой есть. И улучшать специально свой образ я не собираюсь. Потом, я же не руководитель партии, я не кандидат в президенты, я не борюсь за власть, как Адольф Гитлер боролся, и он перед зеркалом часами произносил эти речи, придумал эти чаплинские усики, придумал вот этот свой образ, чтобы магнетически и харизматически влиять на всю Германию и так далее. Поэтому я, честно говоря, не понимаю тех политиков, которые самым серьезным образом относятся к вопросу образа. Вы посещали тренинги в свое время? Или может быть даже сейчас? Раза два, три был я на этих тренингах. На какие темы? Вот, кстати, на тему политического образа. Я помню, года три назад члены правительства мы уезжали в Зеренду и там перед нами политологи выступали. Мне лично было скучно, потому что я, во-первых, сам доктор наук, политолог, и я могу десятки этих лекций прочитать. Я бы хотела задать вопрос о доверии. Есть много людей, которым вы доверяете? Вы знаете, без доверия жить просто невозможно. Естественно, я доверяю. Доверие, я еще раз повторю, это важнейшее фундаментальное составляющее человеческого социума. Если бы его не было, тогда была бы война всех против всех. Но, как правило, доверяют самым близким, то есть вы доверяете своим близким, родным, но вы же человек, который занимает очень многими вещами. Динария Саджана и Оксана Петерс, я доверяю, мне с вами приятно общаться, я знаю, что не будет никакого провокационного, грубого, нелицеприятного вопроса. Мне приятно на вашей передаче. Да? Ну, хорошо. Сейчас я задам самый провокационный вопрос. Вам нравится? Конечно. И почему? А как вам вы можете не нравиться? Да. Красота спасет мир, понимаете? И мне нравятся красивые женщины, они радуют глаз. А что главное в женщине? В женщине в первый момент очень важна внешность, конечно, а во второй момент ее душа. А какой должна быть душа женщины? Оксана, в отличие от Динары, всегда задает вопросы, на которые можно написать роман. Вот, кстати, хорошее название «Душа женщин». Вы часто советуете со своей супругой? Ну, конечно, каждый день. Я вот перед передачей сказала Люда и Дуна... Она сказала «Не ходи на эту передачу». Почему? Вы шутите? Нет, она говорит «Ты очень много выступаешь, тебе надо сделать перерыв». Что бы вы хотели изменить себе? Себе? Прежде всего, конечно, целеустремленность и нацеленность. Вы полностью себя реализовали? Нет, конечно, далеко. не полностью. Я вообще считаю, полностью человек, ни один человек из-за всю всемирную историю не реализовал себя. Когда вы последний раз ходили в кино и на какой фильм? Я ходил, по-моему, несколько месяцев назад на фильм про Высоцкого. Для вас важно остаться в истории, чтобы ваше имя было четко вписано? Я, честно говоря, не задаюсь этим вопросом, важно или не важно. Я просто живу, а если вы войдете в интернет и увидите за последние пять лет 18 тысяч упоминаний в Рамблере или в Мейлруи, то я уже в некотором роде вошел в историю. А вы считали, получается? Выйти из нее. Мухаммед Кобеденович, вы прямо считали, вы говорите 18 тысяч? Нет, ну там написано обычно заходят. Ну, значит, вы интересуетесь? Ну, конечно, а что тут такого? Я же должен знать, что там происходит и что говорят обо мне, чтобы скорректировать свое поведение и так далее. Какие у вас отношения с деньгами? Деньги – это не цель, это средство. Как только деньги становятся целью, жизнь прекращается и становится сплошной геморрой, извиняюсь за непарламентское выражение. Поэтому я к деньгам всегда относился так. И, кстати, в студенческие времена, помимо стипендий, я всегда имел дополнительный заработок. А когда я работал комсоргом института, я на полставки на кафедре работал, я читал лекции, будучи заведующим кафедрой, выступал на телевидении, получал гонорары в газетах. Я получал больше, чем ректор института. То есть я всегда относился к деньгам как к средству свободы. Человек, они дают подлинную свободу. Это очень важно. А сейчас вы занимаетесь также параллельными делами? Которые, может быть, приносят еще и финансовый доход. Оксана, вы же работаете в Верховном суде, вы прекрасно же понимаете, что государственный чиновник не имеет права заниматься бизнесом. Но если я приобретаю ценные бумаги, допустим, я указываю это в декларации. Это каждый год до 1 апреля каждый государственный слушай, его жена обязана заполнить декларацию, указать все банковские счета, свои ценные бумаги, недвижимость, собственность, земельные участки, которые есть. Это же не запрещено, поэтому... Вы никогда не боялись бедности? Вы знаете, каждый человек сам сознательно или бессознательно выбирает быть обеспеченным или бедным. Это происходит спонтанно, на заре молодости и так далее. Я выбрал себе давно быть обеспеченным человеком. Бедность, я думаю, она любого пугает. То есть бедность это выбор человека? Никто не хочет быть бедным и больным человеком. Это же очевидно абсолютно. Сколько денег вы можете потратить на обед? На обед? Вы знаете, этот вопрос очень абстрактный для меня, потому что последние 4 года с тех пор, как я ушел с министра, я ни разу не обедал. А что вы делаете во время обеда? Во время обеда с часу до трех я всегда в тренажерном зале. Я или километр проплыву, или час на беговой дорожке. Вы ходите в фитнес-клуб и наверняка многие вас узнают. Как вы к этому относитесь? Как вы относитесь к тому, что люди могут к вам подойти и сказать здравствуйте, Мухаммед Капидин? Да, все подходят. И я уже наполовину стал инструктором, я делюсь своим опытом, как заниматься в фитнесе, с чего начать. Вот только что один парень такой симпатичный, но очень тучный. У него невооруженным глазом видно килограмм 30 лишнего веса. И вот он начинает заниматься этими железками, штангами. Я тут же подошел к нему и сказал забудь про это. Ты делаешь нагрузку на сердце. Ты делай две вещи жесточайшая диета и аэробика. Больше ничего. То есть вы в принципе открыты для всех? Да. Я открыт для всех, но не для назойливых. Кстати, сколько вам лет? 55. Две пятерки, неужели не видно? Две пятерки уже исполнилось? Да. Когда? 19 ноября прошло год. Вы зря об этом сказали, Мухаммед Кобидин. Сейчас будет еще как минимум 10 вопросов по поводу жизни после 50. Кстати, да, я бы хотела узнать, вот после 55 что-то меняется? Вы знаете, я недавно задумался над этим вопросом. И вот думаю, вот была бы машина времени, да, и сказали бы мне, хочешь возвратиться в то время, тебе будет 25. Да, с одной стороны заманчиво, а потом, как вспомнишь, что ты вроде с одной стороны молод, но с тобой никто не считается, и много неразрешенных проблем, негде встретиться с девушкой, некуда пойти, нет свободы передвижения, нет свободы слова и так далее. То есть молодость, с одной стороны, это было в Советском Союзе одна жизнь, да, я считаю, что жизнь вот в 40 или в 50 лет, она по-настоящему начинается, и сейчас гораздо более интересна. Вы сейчас чувствуете себя на 55 лет, или же вы чувствуете себя гораздо моложе? Это самый некорректный вопрос за всю передачу. Динара же... Для Динары это нормально, Юргамин Кобединович. Динара вшит передачу. Вам нужно просто вставать и уходить. Иначе будут еще не такие вопросы. Она же всю передачу смотрела на меня, как на 35-летнюю. Да, это первая. А в конце она задает вопрос, чувствую ли я свои 55 лет. Вы знаете, я вам так отвечу, я давно пришел к выводу, не давно, но, скажем так, несколько лет назад, что возраст это всего лишь цифры. Вот, поэтому я абсолютно ничем не отличаюсь от того 18-летнего пацана, который там в стройотряде в 1974 году был, я остался таким же открытым, жизнерадостным. Я очень люблю жизнь. Надеюсь, у меня есть чувство юмора. Я никому в жизни никогда не делал подлости и очень удовлетворен этим. Вот, возраст это всего лишь цифра, ничего не изменилось. спасибо, что согласились прийти к нам. Это тем более наш первый эфир. Я напомню, что у нас в гостях в программе Статус Кво был советник президента по политическим вопросам, известный политик, политолог и просто интересный мужчина Ир Мухаммед Иртезбаев. Спасибо за внимание. Смотрите нас каждый четверг на телеканале Астана. До свидания. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok